Доброе утро! Сегодня вторник, 23 апреля. В эфире утренний выпуск новостей на телеканале Катунь-24. В студии вместе с вами Егор Матаев. Переходим в выпуск. Выплаты почетным донорам в Алтайском крае увеличились в этом году до конца первого квартала. Более 13 тысяч человек получат денежное поощрение. Помолодело ли донорство в крае и какие компоненты крови сейчас нужны пациентам, расскажет Елизавета Конева. Татьяна Зяблецкая работает в центре крови уже 20 лет, 10 из которых лично сдает кровь. Она один из 97 сотрудников центра, которые являются почетными донорами России. Звание получила 6 лет назад. Тогда на ее счету было 60 безвозмездных донаций крови и сотни спасенных жизней. Я сейчас продолжаю сдавать регулярно и уже сдала 123 раза. Мы все гордимся, что мы работаем в службе крови. На самом деле наша работа не видна, но без нас ни одна отрасль медицины невозможна. И мы тихо делаем свое очень важное дело. В нашем крае почетных доноров более 13 тысяч. Многие из них начинали сдавать кровь еще в студенческие годы. Сейчас 80% всех доноров края – это молодежь до 30 лет. Медики продолжают пропаганду донорства среди студентов, проводят акции. Благодаря им, к примеру, только за прошлую неделю около 600 доноров-студентов решили сдать кровь впервые. На сегодняшний день для молодежи это стало престижно на самом деле. Люди объединяются в разные группы. И среди доноров точно так же появляются группы лиц, которые активно принимают участие во всех акциях, которые мы проводим. Которые, по сути, не только кровь сдают, но и становятся волонтерами в тех коллективах, в которых они либо учатся, либо работают. Стать донором может каждый здоровый человек. Возраст должен быть больше 18 лет. Вес не меньше 50 килограммов. Запрещено сдавать кровь больным инфекционными заболеваниями. Внутренние органы донора должны быть полностью здоровыми. Если вы решили прийти в центр крови, сначала у вас возьмут анализы. Проблем нет – направят на сдачу крови. Далее ее по запросу распределят в краевые медучреждения. По понятным причинам больше всего донорской крови заказывает городская больница номер один. Наша больница без гемокомпонентов не может функционировать, потому как это единственный в Алтайском крае травмоцентр первого уровня. И поэтому все больные с тяжелой дорожно-транспортной происшествиями – это падение с высоты, которые поступают и получают помощь здесь. За год больницы тратят до полутора тонн эритроцитов и плазмы. Это необходимые компоненты. Красную кровь трудно заменить. Если человек потерял несколько литров, ничем, кроме крови, ее не восполнить. В первую очередь она поступает больным в хирургическое отделение, людям с травмами и внутренним кровотечением. В больнице всегда есть запас. В таком виде при температуре двух градусов кровь хранится до 30 дней. Сейчас в крае около 30 тысяч доноров. И с каждым годом интерес к такой помощи возрастает. Мы вышли на улицы Барнаула, чтобы спросить прохожих, а как они относятся к донорству. Не хочу показаться каким-то сверхчеловеком, но это, мне кажется, должен понимать каждый человек. Что вот им ее должны делать? Сдать кровь. Это значит помочь кому-то. Ежегодно в краевом центре сдают кровь более сотни человек. Среди них родные и близкие сотрудников. К примеру, дочь Татьяны сдаёт кровь уже 4 года. И это без малого 56 донаций. Стать почётным донором просто. Главное понять, что это действительно нужное и важное дело. Елизавета Конева, Роман Хайрулин. Новости. Передвигаться на речном транспорте в Барнауле теперь стало дороже. Билеты выросли на 15%. Об этом сообщает Управление Алтайского края по государственному регулированию цены тарифов. В последний раз цены повышали в 2017 году. Проезд вырос как на пригородные, так и на городские маршруты. Давайте посмотрим, во сколько теперь обходится одна поездка. Добраться из Барнаула до озера Кокуйское взрослым можно будет почти за 160 рублей, детям за 80. До Бобровки – 56 рублей взрослым, детям за 28. Речной путь из краевой столицы до Расказихи теперь стоит 82 рубля для взрослых, 40 – для детей. Рейс Барнаул-Затон обойдётся в 30 рублей для взрослых и в 15 для детей. Рейс Барнаул-Содоводство «Зелёный Клин» – 44 рубля и 22 рубля. Молодёжный управленческий форум «Алтай. Территория развития» пройдёт в Белокурихе с 9 по 14 июня. Он объединит полторы тысячи участников от 18 до 30 лет из 63 регионов России и 43 зарубежных стран. Это молодые предприниматели, лидеры некоммерческих организаций и управленцы. На форуме будут искать ответ на вопрос, как сделать регионы Сибири и Дальнего Востока привлекательнее для молодёжи. Трудовая миграция – одна из актуальных проблем для Алтайского края. Также на форуме обсудят вопрос финансовой и правовой грамотности, а также цифровизации. Главная цель – привлечь молодых управленцев для разработки стратегических направлений развития территории и сформировать кадровый потенциал региона. На этом у меня всё. Увидимся совсем скоро в эфире нашего телеканала. А прямо сейчас я передаю слово своим коллегам в студии Утреннего канала. До встречи!